Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня тема ролика – это пожелтение листа орхидейки, начиная от основания. Если вы заметили подобные симптомы, это первый сигнал тревоги. И поэтому в этом видеоролике я бы хотела привести ряд аргументов в пользу того, что необходимо применять именно аспирин для того, чтобы помочь растению перебороть этот нелегкий период в ее жизни. А именно, или же первый вариант – поражение грибковым заболеваниям. Второй вариант – механическое повреждение при транспортировке после покупки. И третий вариант – это появление нового корня, которое также может по своему механизму воздействия оказывать подобный результат. Именно поэтому не стоит иногда сразу браться за извлечение этого участка от орхидейки или же вырезать пораженные участки. Необходимо сначала, в первую очередь, это правильно осуществить весь осмотр растения и уже потом прибегать к каким-то либо радикальным методам. Итак, от стол к делу. Сначала мы осматриваем нашу орхидейку. Если вы со мной давно, то вы знаете, что эту орхидейку я совсем давно уже пересадила в новый субстрат. Состояние корневой системы удовлетворительное. Но по поводу самой симптоматики. Когда я присаживала свою орхидею, вы, наверное, вместе со мной заметили это пожелутение от основания. Но я себя, в первую очередь, наверное, успокаивала во вторую очередь. Надеялась, что все-таки это будет носить характер механически, потому что... Или же третий вариант. От корневой системы все это пошло. Потому что само обилие воздушных корней конкретно в этом участке на растении он действительно обращает на себя внимание. Именно поэтому я думала, что все идет характер от него. Но не тут-то было. К сожалению, я на днях сняла один листик, который уже пожелтел. И вот второй лист точно также начал желтеть. Именно поэтому я предлагаю сейчас снять его, дабы поподробнее рассмотреть этот участок и вместе с вами уже принять итоговое решение, что нам делать дальше. Для того, чтобы удалить лист, мы делаем все те методы, которые уже были советованы в других моих видеороликах. Конкретно мы делим лист пополам по средней жилке и тянем в две разные противоположные стороны. Итак, дорогие мои, у меня здесь был цветонос старый, поэтому стараемся аккуратно не повредить никакие участки растения, снять. Он весьма легко снялся. Так, вот эта первая часть. В принципе, каких-либо особых грибных поражений я, честно говоря, не замечаю. Таких, знаете себе, черных оснований листа, слава богу, я не обнаружила, но тем не менее, все равно по желтению есть место быть. Итак, исправляемся от второго остатка. Стараемся не задеть воздушные корни, потому что воздушная розетка здесь весьма обильная, поэтому немножечко с одной стороны она мне все это усложняет, но тем не менее, сейчас так. И вот второй остаток. В принципе, точно так же, как и первый участок, весьма удовлетворительный и никаких особо таких черных гнилых участков я тоже не заметила. Итак, давайте поподробнее осмотрим сам ствол. В первую очередь, что бросается в глаза, это вот этот как бы одревеневший участок. Это, конечно же, первый сигнал о том, что, скорее всего, в этой орхидейке было или же изначально заражено грибковым заболеванием. Давайте не будем уже ограничиваться конкретно видом фузариус. Возможно, это какой-либо другой патоген, но тем не менее, очень сильно похоже на сосудистоувядание. Все это говорит нам о том, что необходимо прибегнуть к каким-либо препаратам. Сложилась точно такая ситуация, как у меня. Это в первую очередь у вас не нашлось дома препарата Максим. У меня просрочился уже фундазол и необходимо его срочно заменить. Именно поэтому я вспомнила про весьма полюбившийся мной ранее. Это препарат аспирин, который всем известен как ацетилсалициловая кислота. Именно поэтому мы сегодня прибегнем к использованию этого всем известного и доступного препарата для того, чтобы обработать этот участок. Потому что именно состав, то есть действующее существо этого препарата и поможет нам немножечко как-то воздействовать на этот пораженный участок и обработать. По поводу того, стоит ли сейчас делить орхидею на две части. Об этом, мне кажется, будет уместно поговорить в другом видеоролике, когда, возможно, уже мы будем исходить из тех первых результатов, которые получим после обработки растения аспирина. Итак, для того, чтобы приготовить правильно раствор. Даже, вы знаете, не раствор, а именно кашицу. Нам понадобится осуществить всем известные действия, которые я повторяю из видео в видео. Именно приготовить кашицу. Нам необходимо растолочь одну таблетку ацетилсалициловой кислоты и потом добавить, разбавить немножечко, действительно, можно сказать, в пару каплях воды. Так, сейчас я вам все поближе расположу в кадре. По поводу, почему я решила использовать именно такой себе вариацию на антибиотик для того, чтобы помочь своему растению в таком случае, как поражение грибковой патогена. В первую очередь, нам необходимо понимать, что эффективность... Я использую одну таблетку на вот пару капель воды. Эффективность применения антибиотиков, она достигается благодаря комплексному воздействию на возбудителя болезни. То есть, антибиотик способен оказывать именно непосредственное влияние на патогенные микроорганизмы, вызывая гибель или задержку роста. То есть, проникая через любые органы растений, они могут быстро распространяться внутри ткани и сохраняясь там от 5 до 20 суток и не теряя при этом, самое главное, своей биологической активности. То есть, и тем самым оно и будет оказывать как защитное, так и лечебное действие. По поводу, когда необходимо и рекомендовано принимать. Во-первых, интенсивность всасывания антибиотика, она зависит также от возраста растения. То есть, молодые растения, они более активны в этом отношении. Распределение антибиотика в тканях растений, она обычно прямо пропорционально скорости поглощения. То есть, на процесс поглощения, кроме возраста растения, влияет и метеорологические условия. Ну, что я имею ввиду? Это сухая, теплая погода будет благотворнее влиять, чем влажная, пасмурная погода. Дальше. Почему я использую именно такую форму порошок, а не использую, например, раствор салициловой кислоты? Или любой другой жидкий раствор? Ну, в первую очередь, нам необходимо понимать, что спектр, он зависит от концентрации. Именно поэтому я хочу максимально усилить дозировку этого препарата, дабы ускорить как можно быстрее процесс излечения нашей орхидейки от самого возбудителя. Итак, для получения готового раствора нам необходимо равномерно растворить ацетилсалициловую кислоту в пару каплях воды. Обратите внимание, это действительно консистенция, условно говоря, густой сметаны. Итак, дальше. По поводу того, что очень уместно использовать салициловую кислоту, но иногда я вот смотрела на данный видеоролик о том, что салициловая кислота – это да, работает, а ацетилсалициловая кислота, он же аспирин, не работает. Ну, разумеется, у каждого все-таки своя правда, у каждого отталкивается от тех знаний, которые он получил или же теоретическим путем, или же, как я, практическим путем. Смотрите, в первую очередь, да, я соглашусь, что ярким примером и, наверное, главным примером иммуностимулятора растительного происхождения является именно салициловая кислота. Но, тем не менее, похожим эффектом обладает и производная от салициловой кислоты соединение ацетилсалициловая кислота. Ну, тот же аспирин, который тоже можно использовать для защиты декоративных, для защиты цветущих, для защиты лиственных растений, как от вредителей, так и болезней. А также, конечно же, для просто повышения их устойчивости к различным заболеваниям в период их роста. Лучше всего, конечно, проводить опрыскивание по листу, но если у вас случай, как у меня, то лучше всего постараться, вот, как я, как-то попасть и обработать конкретно на пораженный участок. На самом-то деле, это в большей степени эксперимент, это первый раз я так буду обрабатывать свою орхидейку, но мы вместе с вами будем наблюдать и уже какие-либо, как промежуточные, так и итоговые результаты, когда я получу. Я обязательно все вам покажу и мы будем подводить итоги, насколько сильно эффективно может противостоять ацетилсалицевая кислота фитопатогенам, конкретно, скорее всего, грибковым заболеваниям. Я не исключаю того, что, возможно, она, скорее всего, будет слабосильной, но, тем не менее, как первая помощь в случае, вот, обнаружения подобных симптомов, это точно не помешает. В дальнейшем, если мне не удастся купить максим, я, скорее всего, буду применять его, но, как на первых этапах, вот, после обнаружения, мне кажется, это даже в какой-то степени обязательно, потому что не могу я оставить просто так, пустить на самотек растение вот в таком состоянии, поэтому лучше, вот, мы немножечко ему таким образом поможем и простимулируем все его иммунные и защитные функции в борьбе с этим болезнью, творчим пятном. Итак, также я бы хотела сказать два слова о том, что, почему именно мы так часто прибегаем к использованию салициловой кислоты или же ацетилсалициловой в случаях таких для борьбы с болезнями, потому что, можно сказать, что эти вещества, они носят фенольный характер, то есть, они выполняют в растениях функцию фитогормона, и, таким образом, его концентрация, она многократно повышается в тканях растения при инфицировании патогенными организмами, то есть, также, помимо всего прочего, можно и показанно его использовать, например, даже при засухе, при избыточном засолении почвы, если вы используете для полива некачественную воду, но я рекомендую от такой воды вообще отказаться. Также, при дополнительной обработке растений раствором или же салициловой кислоты, или производным салициловой кислоты соединением с ацетилсалициловой кислотой, то повышается уровень внутреннего содержания салициловой кислоты и запускается ряд биохимических превращений, которые и способствуют формированию стойкого иммунитета, как грибным, так и бактериальным заболеваниям, а также другим неблагоприятным факторам внешней среды. Итак, дорогие мои, по поводу повторения обработки. Можно, мне кажется, буквально через 5 дней провести повторную обработку. Мы посмотрим, вот спустя это время, как повлияет аспирин на нашу орхидейку. И исходя из тех результатов, которые мы получим в итоге, я уже в дальнейшем буду принимать решение, насколько сильно эффективен препарат аспирин в таких, я бы сказала, даже очень сильно запущенных случаях. Будем надеяться на лучшее и, как говорится, готовить к худшему. Если понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, а также просто подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще много чего нового, интересного и, конечно же, полезного. С вами, как с тобой, была я, Инна. Всем спасибо за внимание.